а сразу оговорюсь надеюсь змея меня за это не посадят за то что я буду смотреть и как я буду смотреть а длится 26 минут пляха это много это много боюсь что я не выдержу меня хватит мне кажется часика на полтора максимум но в любом случае посмотреть я видел очень разъяренный комментарии во всяких пабликах века там что только не писали восхваляли всякую дичь короче писали кремлебот и так далее вот но те времена президент спасибо 24 22 года вы обратились к своей стране и к нации 24 февраля когда начался конфликт на украине 22 году вы сказали что вы действуете потому что пришли к выводу что с помощью нато сша могут начать внезапную атаку нападения на вашу страну для американцев это подобно паранойя почему вы считаете что америка могла нанести неожиданный удар по россии как вы пришли к не только для американцев это паранойя кому выводу дело не в том что америка собиралась наносить неожиданный удар по россии я так и не говорил у нас с вами ток-шоу или у нас серьезный разговор отвечая прямо пожалуйста чем ты зачем он опять увили вы сразу же 45 секунд прошло он на вопрос не может прямо то есть так вот да это серьезно где перевод но поскольку у вас базовое образование историческое насколько я понимаю да я тогда я почему ли себе ну просто вот 30 секунд или одну минуту маленькую историческую справку на вы не против то есть смотрите с чего начались наши отношения с украиной откуда она взялась украина российское государство стало собираться как централизованная это считается годом создание российского государства 862 год чтобы все трусь то вообще когда новгородцы есть такой город новгород на северо-западе страны пригласили на княжение князя рюрика из скандинавии из варягов 862 год в тысячи все зацикли 30 секунд он сказал 30 секунд надо засечь обязательно семьсот шестьдесят втором году россия отмечала тысячелетие своей государственности и в новгороде стоит памятник посвященный тысячелетию страны 880 втором году на преемник рюрика князь олег который выполнял выполнял по сути функции регента при малолетнем сыне рюрика рюрика умер в это время к этому времени пришел в киев отстранил от власти двух братьев которые судя по всему были когда-то на членами дружины рюрика и таким образом россия начала развиваться имея два центра в киеве и следующий очень значимая дата в истории россии 988 год это крещение руси когда князь владимир правонук рюрика крестил русь и принял православие восточную часть христианства восточную христианство с этого времени начала укрепляться централизованное российское государство там почему единая территория единые хозяйственные связи один язык такое же выражение лица и после крещения руси одна вера и власть князя начала складываться централизованная российская государство но в силу разных причин после введения престола наследия кремни это же времена средние века ярослава мудрым чуть чуть попозже после того как он ушел из жизни престола наследие было сложным передавалось не напрямую от отца к старшему сыну от ушедшего из жизни князя его брату потом сыновьям по разным линиям все это привело к раздробленности а тайм-коды есть чтобы это промотал пожалуйста не зачем вообще это на хрена мне историческая справка смысле все единое государство которое мы потом переводами начала и послушаем вопрос зону чего складываться как единое привело к раздробленности ничего особенного там нет то же самое происходило в европе но раздробленное русское государство стало легкой добычей того той империи который столбил когда ты чингисхан его преемники хан-баты пришли на руси разграбили практически все города разорили их южная часть где был киев кстати говоря некоторые другие города они просто утратили самостоятельность а северные города они сохранили часть своего суверенитета платили дань варду но часть суверенитета сохранили а потом в центром в москве начали складно начала складываться единое российское государство южная часть русских земель включая киев она начала постепенно тянуться к другому магниту тому центру который складывался в европе это было литовское великое литовское княжество его даже называли литовско-русское потому что русские составляли значительную часть этого государства разговаривали на древнерусском языке были православными но затем произошло объединение у нее великое княжество литовского и польского королевства через несколько лет спустя еще одна у не было подписано уже в духовной сфере и часть православных священников подчинилась власти папа римского и таким образом вот эти земли оказались в составе польско-литовского государства но но поляки в течение десятилетий занимались ополячиванием этой части населения без них не дрели сидит такую честный плитом чего там удивился что он там такое сказал переведите бля я вы что на другом языке разговаривает до стали мне для эти идеи о том что это не совсем русские что поскольку они живут у края они украинцы первоначально слово украинец означало что человек живет на окраине государства у края или занимается занимается пограничной службой по сути дела это не означало какой-то особые этнической группы ну так вот поляки всячески ополячивали и в принципе относились вот к этой части русских земель достаточно жестко если сказать жестоко все это привело к тому что эта часть русских земель начала бороться за свои права и писали письма ваш чего блять бороться свои права в руси ки нахрен права блять смысле там везде крепостное право нет какие кто там за правом может свои бороться если он имеет ввиду что типа князь и войско просто с поляками типа воюет я с датами не очень если что и там про какие там конкретно воины были смысле блять крепост за права могут бороться граждане граждан 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 не было а были просто рабы нас по-другому просто за какая разница рабы есть рабы кто блять за какие права боролся за свободу может быть из шоу и хребли о соблюдении своих прав с тем чтобы сюда присылали в том числе в киев прислали людей я смешно право блять что в руси древние какие-то там право скажи конституцию не блять борьба когда это я уже потерял когда это было в какие годы это было да да я даже потерял 14 ну вот стоп уже 13 14 век подожди а этот путь 13 век это получается какой 1200 какой-то правильно же я же не дурак подожди раз 21 же правильно 10 века до 1000 ну короче да промежутки с 1200 по 1300 что такое в 13 веке и был он перескочил до 800 какой ты потом а уже 13 век ты плохо слушаешь это было в 13 веке значит и я сейчас скажу что было дальше и назовут даты чтобы не было путаницы и в 1650 в 1654 году чуть раньше даже люди которые контролировали власть вот в этой части русских земель обращались в варшаву повторялась требованием чтобы присылали к ним направление людей русского происхождения и православного вероисповедания а когда варшава им принципе ничего ответила и практически как бы отвергла эти требования они начали обращаться в москву чтобы москва их забрала себе чтобы а можно как-то это проверить пожалуйста если кто-то будет смотреть на ютубе пожалуйста в комментарии напишите или какой ссылку дайте на статью не знаю как-то проверить это можно такие ну типа общие фразы говорит что иду хрен проверишь их кто-то там куда-то обращался документация есть я словом не верю вы не думали что я что-то придумал о-о-о давай что там секретные файлы фсб или кгб чудом отдам папочка у меня есть папочка и кто смотрит бал батл это поймет я я не думаю что вы что-то выдумываете нет 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 документы из архива копии хватит прилизываться здесь письма богдана хмельницкого тогда человека который контролировал власть в этой части русских земель которые мы сейчас называем украины он писал в варшаву с требованием соблюдения их прав а после вы как получил отказ начал написать писать письма в москву с просьбой взять их под сильную руку московского царя здесь купить о документах я вам их оставлю а память но нам ты их не покажешь правильно спасибо большое нам же это не надо надо же ему конечно ему над зачем ему это нам надо там есть перевод на русский ну переведете и потом на английский язык россия не соглашалась их принимать сразу потому что исходило из того что начнется война с польши все-таки в 1640 54 году земский собор это было представительным органом власти древнерусского государства решение было принято это часть древнерусских земель вошла в состав московского царства и как и предполагалось началась война с польши она шла 13 лет потом перемирие было заключено а всего после заключения этого перед этого акта 1654 года через 30 по мою два года был заключен мир с польшей вечный мир как так было сказано и вот эти земли все либо бережье днепра включая киев отошла к россии все право бережье днепра осталось за польши затем во времена екатерины второй россия вернула все исторические земли свои включая юг запад это все продолжалось до революции да вот перед первой мировой войной воспользовавшись вот этими идеями укранизации австрийский генеральный штаб очень активно начал продвигать и тогда были какие-то идеи укранизации чего это же это же современный термин и украины украины и укранизации все понятно для чего то что в предмере в преддверии мировой войны конечно было стремление ослабить потенциального противника было стремление создать себе благоприятные условия пригораничной полосе и эта идея родившаяся когда-то в польше что люди проживающие на этой территории не совсем русские они якобы особо этническая группа украинцы начала продвигаться и австрийским генеральным штабом возникли теоретики независимости украины уже в девятнадцатом веке которые говорили необходимости независимости украины но правда все эти столпы столпы украинской независимости говорили о том что она должна иметь очень хорошие отношения с россией они на этом настаивали настаиваю дожди давай вот прям логично из твоих слов в чем проблема того что они там что-то хотят на запад то есть если сам говорит что большое количество времени какие-то части украины до принадлежали польше то логично что там выросло и не одно поколение людей тем более там летит с датами вообще 200-300 лет перескочил там и три-четыре-пять поколений выросло так естественно причем тут вообще какое-то влияние запада на их если они жили в принципе в западе на западе принципе они там жили они воспитывались там а он говорит так будто бы они всегда были вот тут вот с россии и тут они такие начали давить на украину даже смысле блять че вот но тем не менее после революции 1917 года а уже 17 хорошо эти старались восстановить вас сразу пока я остановлю а он горит секунд прошло 10 минут и секунд развернулся гражданская война в том числе из украины с польши был подписан мир с польши в 1921 году которые по которым западная часть на правом берегу днепра опять отошла к польше в в 1939 после того как польша посотрудничала с гитлером а польша а хочешь себе блять секрет расскажу ссср тоже сотрудничал с гитлером факт о ненападении кто подписывал кто водил войска вместе с германией на гитлер там был кто проводил парады совместно с гитлером немножко забываешься товарищ президент это называется а как наши пропагандисты любят подавать частичным частично правдивую информацию то есть какую-то часть сказали а какой-то умолчали он указал что польша такие ах блять какие твари с гитлером сотрудничал а ссср не да у нас там блять святые все были на гитлер предлагал все документы у нас в архивах есть предлагал с польшей заключить мир договора дружбе там и союзничестве но требовал чтобы польша отдала назад германии так называемый данцевский коридор который связывал основную часть германии с с кёнигсбергом и с восточной пруссии а после первой мировой войны эта часть территории была отдана польша и вместо дань цига появился город гданьск вот гитлер упрашивал их отдать в грошу отдать мирно поляки отказались но тем не менее сотрудничали с гитлером и вместе занялись разделом чехословакии а вы говорите можно спросить что часть украины на самом деле являются русскими землями сотни лет почему тогда когда вы стали президентом и просто не взяли их 24 года назад у вас ведь оружие было там не знаю почему вы тогда так долго ждали хорош ничего себе красава ну нормальный вопрос вообще хороший вопрос знаешь почему а потому что они старались строить демократию старались показать людям что демократия наступила и все воины забылись все мир во всем мире вот почему уже пора закончим на хрен нужно ничего она не объясняет она вообще не нужна зачем она нужна как это связано с 21 веком зачем ты нам про 13 говоришь история нужно чтобы учиться на своих ошибках они чтобы их повторять блять она не скучно нет ну отлично тогда мне очень приятно что вы так оценили спасибо большое и так после господи когда польша посотрудничал с германией отказалась выполнять требования гитлера но тем не менее поучаствовала вместе с гитлером в разделе чехословакии но поскольку нет бля щас я прям щас найду плевать я это оставлю на ютубе час вот нашел может сами поискать а красная армия одновременно вели операции против польской армии на территории польши одновременно против польши в тридцать девятом году ссср с гитлером почему ты это не договариваешь ну короче суть в чем что германия также ссср до войны сотрудничала болеть договаривай все пожалуйста не надо умолчивать отдал и данцевский коридор все таки вынудили поляки вынудили они заигрались и вынудили гитлера начать вторую мировую войну именно с них почему и началась война 1 сентября тридцать девятого года именно с польши она оказалась несговорчивой гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с польши кстати о советский союз вел себя я читал архивные документы вел себя очень честно и советский союз просил разрешение польши провести свои войска на помощь чехословакии устами тогда министр иностранных дел больше было сказано что если даже советские самолеты полетят в сторону чесловакии через территорию польши они будут сбиваться на территории польши но не важно а важно то что на война началась и я же сама польша стала жертвой той политики которую проводила в отношении чехословакии потому что по известным протоколом молотова риббентропа часть этих территорий отошла к россии включая западную украину россия под названием советский союз вернулась таким образом на свои исторические территории после победы великой отечественной войне как мы говорим а к ссср или россия дожди территории окончательно были закреплены за россией больше при этой компенсации так надо полагать получила западные исконно германские территории западная восточную часть германии часть земель это западные западные районы польши сегодня ну естественно я опять вернули выход к балтийскому смысле бля опять у меня запутал меня в голове компас не так работает по-польски да вот таким образом сложилась вот эта ситуация и при формировании советского союза это же 1922 год большевики начали формировать ссср и создали советскую украина который до сих пор вы компании которые до сих пор вообще не существовало через сердце ты прослушать советскую украину шею и начали формировать ссср и создали советскую украины который до сих пор в обрай который до сих пор вообще не существует не существовало при этом сталина стояла на том чтобы эти республики которые образовывались входили в качестве автономных образований но почему-то основатель советского государства ленин стоял на том чтобы они имели право выхода из состава советского союза и тоже не по непонятным причинам наделил образующиеся советскую украину землями которым люди проживавшие на этих территориях даже если они раньше никогда не назывались украины почему-то при формировании все это было влита в состав украинской ссср в том числе все при черноморье которое было получено во времена ли екатерины в географическом смысле название украины закрепилась и стала широко распространяться с 18 века времена российской империи в ходу были название малороссия и мало раз мало российская украина лишь концу 19 века название украины приобрело и этнический смысл а на рубеже 19 и 20 веков окончательно вытеснила остальные самоназвание двадцатых веков блядь рубеже использовавшиеся на региональном уровне давай так допустим окей как там мэм про тинькова да допустим окей но прикол в том что эти граждане всегда там были существовали да у них был украинский язык свой какой-то определенный была какая-то республика небольшая это сам говоришь что были западные земли украина не то туда уходили то сюда короче суть в том что я так сколько блять понял из воричей не было какого-то цельного государства да то есть не было государства она создалась только в ссср там в двадцать первом году там ведь и так далее вот то есть было такое республика и красные участки земли были разразнены и в ссср их просто объединили в одно целое и что блять в этом плохого не пойму наш там просто этнос такой определенный вот их просто взяли и объединили с чего-то решил что они так не могут делать а стимулами к собственных украине когда никакого исторического отношения не имели даже если мы вспомним назад вернемся 1654 да не надо назад хватит 3 4 3 4 современных области украины никакого причем на море это и близко не было просто не чем был инсекции и что 1654 году и что у вас есть энциклопедические знания но почему первые 22 года вы об этом не говорили свое президентство бля ладно я чуть-чуть ошибся что у него плохие вопрос классный мне нравится вопрос его насчет ука советская украина получила огромное количество территорий которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели прежде всего причина на море они когда-то когда россия получила в результате русско-турецких приответь на вопрос почему ты это говорил это 22 года зачем ты опять вы не надо металл не нужна нам твоя история ответь на вопрос прямо почему 22 года ты об этом назад я говорил почему сейчас у меня сейчас чувствую будет взрывать каждый вопрос вот просто исходя из его логику кида сша тоже не существовало прикинь это была колония англии и там были просто отдельные участки земли а потом они бороли за свою независимость и создали цельное государство сша прикинь им всего сколько там 200 с хером лет и что блять и что это не так это не дни доску не до государства теперь что ли ты что за логика вообще блять что это за логика пиздец новороссии но это не важно важно то что ленин основатель советского государства создал украину именно таким такой все . . у тебя даже ленин мазма зале до сих пор лежит значит если он это сделал . все должен с этим считаться если он там лежит до сих пор значит он важен правильно его мнение важно все . в составе ссср украинская развивалась и большевики тоже не по непонятным причинам занимались украинизации что стать блять как и что это такое это современный термин что значит украинизация блять зачем он вкидывает вот такие лозунги пропаганда пропагандистки ладно не буду сильно выражаться что значит украинизации это как блять понять вообще что это значит ты можешь объяснить как в украине можно заниматься украинизация если это украин блять что она постараюсь чуть потише разговаривать это были с украины советского союза но в целом была такая политика коренизации коренизации она называлась чужой украины и других союзных республик внедрялись национальные языки и национальная культура что в целом в принципе конечно и неплохо но таким образом создалась советская украина неплохо да украина получилось участие не только польских до до войны территории сегодня западная украина часть венгерских территорий и часть румынских так у румынии и венгрии тоже часть территории забрали и они эти территории вошли в состав советской украины и до сих пор там находятся так поэтому у нас есть тогда говорить что в этом смысле конечно украина в известном смысле искусственное государство то есть получается укрой венгрия должна напасть на украину правильно и забрать свои территории кого еще как каково еще за отжали венгрии тоже часть территории а у румынии и венгрии во румыния венгрия войска и вперед на украину до отжимать их землю это же когда-то были ваши правильно ну логика такая получается тоже часть территории забрали и они эти территории вошли в состав советской украины и до сих пор там находятся поэтому у нас есть все основания говорить что в этом смысле конечно украина в известном смысле искусстве созданная паули сталина а как вы думаете что если у венгрии право забрать свои итог он не ответил на вопрос ни на один вопрос он не ответил земли и другие нации а как вы думаете что если у венгрии право забрать свои земли и другие нации могут ли забрать свои земли может быть вернуть украину границам 1654 года красава бля это и только сказал ты повторил молодец ну я не знаю как границам 1654 года но если все считают что время правления сталина называют сталинским режимом все говорят о том что там много было нарушение прав человека нарушение смысле блять все говорят много говорят он так говорит как будто этого блять не было ты сейчас серьезно и прав других государств то в этом смысле конечно вполне можно если не говорить о том что они имеют на это право вернуть эти земли свои то во всяком случае понятно орбана говори орбана говорили об этом что он может вернуть себя часть никогда а почему как это у нас с ним даже на этот счет не как разговор надо бы поговорить наверно известно что 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 конечно венгрии которые там проживают они конечно хотят вернуться ух блять трут хотят сто лет уже там лет живут блять прям хотят вернуться прям а больше что я сейчас вам расскажу очень интересно а достоверно это что какие-то слухи просто документы какие-то может что-либо току историю отвлекусь это личная история я значит где-то начале 80-х годов на машине из тогдашнего ленинграда из петербурга поехал просто путешествие по советскому союзу через киев киев заехал а потом поехал на западную украину въехал в город береговое называется а там все названия городов поселков на русском и на непонятном для меня языке на венгерском на русском и на венгерском не на украинском на русском и на венгерском проезжают какой-то деревне возле домов сидят мужчины в тройках черных костюмах тройка и в цилиндрах черных я вы это что артисты какие-то мне говорят нет это не артисты никакие это венгры я врачу эти сделать как чего это их земля они здесь живут все все названием в советское время 80-е годы у них сохранился они сохраняют венгерский язык название все костюмы национальные они венгри в чем оплю давай дослушаем в чем претензии блять я не понимаю и чувствую себя венгры чё не так то и конечно когда сейчас происходит ущемление окей договорил смысле у тебя в россии у нас хоккей в нас в россии сколько народов живет расскажи пожалуйста а тут венгры в украине живут пизда трагедия чего претензии то в чем двойной название кита есть двойные названия на русском и на китайском прикинь ну пусть удачу я думаю что такого много бывает в мире да скорее всего многие страны недовольны переменой границ во время изменений двадцатом веке и до того но дело в том что вы ничего подобного не заявляли ранее за последние два года и вы говорили о том что вы чувствовали физическую угрозу со стороны нато в частности ядерную угрозу и это побудило вас действовать правильный я вас понимаю я понимаю что длинные диалоги ты знаешь что такое же знаешь значение слова диалог и монолог вот у тебя был монолог ты диалог не а интервью это диалог вопрос-ответ 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 а тут вопрос задала ушел на 15 минут какую-то историю вопрос задала еще 10 минут тоже какую-то шляпу господи блять это интервью и что это такое я могу открыть какой-нибудь исторические каналы послушать историю спасибо я не хочу я интервью зашел посмотреть 20 минут прошло полный к не входит в такой вот жанр жанр интервью поэтому я вначале вас спросил у нас будет серьезный разговор ли шоу вы сказали что серьезный шелок блять причем тут шоу серьезный разговор разговоры нету это монолог так что не обижайтесь на меня пожалуйста чем гора вот мы подошли к тому моменту была создана советская украина потом смысле мы уже ушли развал советского и все что украина получила в подарок от россии арского плеча она утащила с собой чего целом смысле блять какого барского плеча это про то что ленин дал им какие-то определенные территории блять конкретно скажи пожалуйста прямо подхожу сейчас к очень важному моменту сегодняшнего дня ведь этот развал советского сайта развал советского союза был инициирован по сути руководством россии я не знаю чем тогда руководство вас руководство россии но подозреваю что из нескольких составляющих в несколько там было причин и президент российского российской федерации как ты блять не можешь знать причиной развала ссср ну серьезно сейчас да он знает всю историю знает кто там куда хочет напасть но он не знает причину почему российское государство инициировала желание развал ссср серьезно да у прям вот верю на голубом глазу верю прошу первое ну во первых я думаю что на руководство россии исход исходила из того что фундаментальные основы отношения между россией и украиной фактически общий язык там 90 процентов лишним говорили на русском языке значит родственные связи там у каждой у каждого 3 какие-то третьего какие-то свои связи так или иначе дружеские но общий общая культура дальше история наконец общая религия хорошо настолько фундаментальные вещи общее нахождение в рамках единого государства на протяжении столетий все это такие фундаментальные вещи вот экономика очень сильно взаимосвязаны значит все это влежит в основе было жности наших добрых от на было связано первое и второе очень важное очень важны вы как американские гражданины чтобы ваши слушатели зрители об этом тоже услышали прежнее российское руководство исходило из того что советский союз прекратил свое существование больше никаких разделительных линий идеологического характера не существует россии добровольно добровольно и инициативно пошла даже на развал советского союза и исходит из того чтобы что это будет понято так называемым уже в кавычках цивилизованным западом как предложение к сотрудничеству и союзничеству вот чего ожидала россия и от соединенных штатов я так называемого коллективного запада в целом были умные люди в том числе и в германии эган барр был такой на кисна политическом эти существа демократической партии который я настаивал лично разговоров советским руководством перед развалом советского союза говорил что нужно создавать новую систему безопасности в европе нужно помочь объединиться германии но создать новую систему куда будет ходить соединенные штаты канада россия другие центрально европейские страны но не нужно чтобы нато распространялась он так оговорил если надо будет распространяться все будет то же самое как в условиях холодной войны только ближе к границам россии вот и все умный был дед его никто не послушал никто не послушал больше того он рассердился как-то тоже в архивах у горит вы меня не будете слушать я больше в москву никогда не приеду рассердился на россии на советское руководство ну он был прав все так и произошло как он сказал но тем не менее и в корсиде камшу да конечно его слова реализовались вы многократно об этом говорили мне кажется это абсолютно справедливо и многие в штатах также думали что отношения между россией и сша будут нормальные после развала советского союза однако произошло обратное однако вы никогда не объясняли почему как вам кажется это происходило ну почему это произошло ну да может быть запад боится сильной россии однако запад не боится сильного китая запад боится сильного китая больше чем сильные сильной россии Потому что в России 150 миллионов человек, а в Китае полтора миллиарда. И экономика Китая развивается семимильными шагами, 5 с лишним процентов в год, было ещё больше, но этого для Китая достаточно. Правда. Ничего подобного не произошло. Вы же нас обманули. Я когда говорю вы, не вас лично имею в виду, конечно, а Соединённые Штаты. Обещали, что не будет расширения НАТО на восток. Но это произошло пять раз, пять волн расширения. Ну, мы всё терпели, всё уговаривали, говорили не надо. Мы же свои теперь, как у нас говорят, буржуинские. У нас рыночная экономика. Нет ни власти Коммунистической партии. Давайте будем договариваться. Больше того, я тоже уже говорил об этом публично. Так а чё вы терпели-то, бля? Ты сначала они терпели, а теперь они ноют, блядь. Так а чё вы терпели? Вы же сильные, блядь. Сильное государство. Ну так придумайте чё-нибудь. Сейчас ельцинское время возьмём. Был момент, когда серая кошка пробежала. Вот до этого Ельцин ездил в США. Помните, уступал в Конгрессе и говорил замечательные слова. Год Бас Америка. Он же всегда сказал. Это же были сигналы. Ну, пустите нас к себе. Нет, когда начались события в Югославии, сразу до этого Ельцин нахваливали, нахваливали. Как только события в Югославии начались, а когда он поднял голос за сербов, а мы не могли не поднять голос за сербов в их защиту. Я понимаю, там были сложные процессы. Понимаю. Но Россия не могла не поднять голос за сербов, потому что сербы – это тоже особая, близкая к нам нация, православная культура и так далее. Он такой многострадальный народ в течение поколения. Но не важно, а важно то, что Ельцин вошёлся в поддержку, что сделали Соединённые Штаты. В нарушение международного права устава ООН начались бомбардировки Белграда. Соединённые Штаты выпустили этого джинна из бутылки. Более того, когда Россия возражала и высказывала о своём негодовании, что было сказано? Устав ООН и международное право устарели. Сейчас все ссылаются на международное право. Ну, тогда начали говорить, что устарело всё, надо всё менять. Действительно, кое-что надо менять, потому что баланс сил изменился. Это правда. Но не таким образом. Но тем не менее. Да, кстати, сразу Ельцина начали обливать грязью, указывать на то, что он алкоголик ничего не понимает, не смыслит. Всё он понимал и всё смыслил. Я вас уверяю. Значит, ну хорошо. Я уверяю. Всё, мы поверили. Во всё поверили. Да, югославская тема прошла. Но надо попробовать восстановить отношения. Всё-таки вот эту открыть дверь, в которую Россия пыталась пройти. И больше того, я же публично говорил об этом, могу повторить, на встрече здесь, в Кремле, с уходящим от власти Биллом Клинтоном, вот здесь вот, в последнем помещении. Я ему сказал, задал вопрос, слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно? Вдруг он сказал, ты знаешь, это интересно. Я думаю, что да. А вечером, когда мы с ним встретились, уже на ужин, он говорит, ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой. Не-не, это сейчас, это невозможно. Можешь ты спросить у него? Я думаю, он наше интервью услышит, подтвердит. Я бы никогда не стал чё подобное говорить, если бы этого не было. Вы были искренни тогда? Вы бы присоединились к НАТО? Послушайте, я задал вопрос. Возможно это или нет? И получил ответ, нет. Если я был неискренним, в своем желании выяснить позицию руководства, а если бы он сказал да, вы бы присоединились к НАТО? Если бы он сказал да, начался бы процесс сближения. И в конечном итоге это могло бы состояться. Если бы мы увидели искреннее желание партнеров сделать это. Мы увидели искреннее желание. Если ты хочешь вступить на это, что значит мы бы увидели искреннее желание? Ты же хочешь. Это ты должен проявлять интерес и показывать. Вот мы хотим вступить. Блять, нормально. Вообще логика вообще классная. Мы хотим вступить, но вы, пожалуйста, к нам проявите желание. Мы царибли. Так что вы должны захотеть нас принять. Понятно. Мы тут будем просто ждать. Ну нет так нет. Ладно, хорошо. Давайте будем. Как вы думаете, почему? Каковы мотивы этого? Я чувствую, что вы испытываете горечь по этому поводу. Я понимаю. Но почему, как вы думаете, запад тогда так вас оттолкнул? Откуда эта враждебность? Почему не удалось улучшить это? Я ничего не понимаю. НАТО полностью прав... Америка полностью управляет НАТО, что ли? Типа там других стран вообще нету. Вот Америка полностью управляет НАТО. И все. Они сказали, значит все. Точка, блять. Я что-то реально, походу, не понимаю. Надо проверить. Уношения, каковы были мотивы этого с вашей точки зрения? Вы сказали, что я испытываю горечь от ответа. Нет, это не горечь. Это просто констатация факта. Мы же не жених и невеста. Горечь и обиды. Это не те субстанции. Которые в таких случаях имеют место быть. Просто мы поняли, что нас там не ждут. Вот и всё. Хорошо, ладно. Но давайте будем выстраивать отношения по-другому. Будем искать точки соприкосновения. Почему мы получили такой негативный ответ? Это вы спросите у своих руководителей. Я же не могу за них. Я могу только догадываться, почему. Слишком большая страна со своим мнением и так далее. А Соединённые Штаты… Я же видел, как решаются вопросы в НАТО. Я ещё один из примеров сейчас приведу, касающийся Украины. Руководство совершенно ожало, и все члены НАТО послушно голосуют, даже если им чего-то не нравится. Сейчас я скажу в этой связи, что происходило с Украиной в 2008 году, хотя это обсуждается. Уже здесь ничего нового я вам не скажу. Тем не менее, потом, после этого мы пытались по-разному выстроить отношения. Ну, например, события были на Ближнем Востоке, в Ираке. Значит, мы очень мягко, спокойно выстраивали отношения со Штатами. И я многократно ставил вопрос о том, чтобы Соединённые Штаты не поддерживали ни сепаратизм, ни терроризм на Северном Кавказе. Но всё равно продолжали это делать. И политическая поддержка, информационная поддержка, финансовая поддержка, даже военная поддержка шла со стороны Соединённых Штатов и их сателлитов в отношении террористических формирований на Кавказе. Я однажды со своим коллегой, тоже президентом США, я поднял этот вопрос, он говорит, ну не может быть. У тебя есть доказательства? Я говорю, да. Я был готов к этой беседе и дал ему это доказательство. Он посмотрел и знаете, что сказал? Ну, я прошу прощения, да? Ну, так было. Я процитирую. Он говорит, ну я им надеру жопу. Значит, мы ждали ответа, ответа не было. Я говорю директору ФСБ, ну ты в ЦРУ-то напиши, как результат какой-то есть разговор с президентом. Написал раз, два, а потом получили ответ. У нас лежит ответ в архиве. Из ЦРУ пришел ответ. Мы работали с оппозицией в России. Считаем, что это правильно. И будем дальше продолжать работать с оппозицией. Смешно. Ну ладно, мы поняли, что разговора не будет. Нет, подожди, блядь. Я ненавижу, когда так вот делают. Он просто говорит, вот там какие-то террористические организации, вот что-то там они типа спонсировали, кому-то помогают. Блядь, конкретно можно. Сначала ты говоришь про террористические организации, а потом просто про оппозицию. Это разные вещи. Террористы есть террористы. Оппозиция это не террористы, блядь. Для вас, конечно, это уже террористы, блядь. Это вообще там самые плохие люди. Но это немножко разные вещи. Конкретные названия организации, блядь, кто спонсировал и так далее. Хватит бросаться фразами. Блядь, ненавижу это. Конкретно, факты, пожалуйста. Вот вам что, сложно было отредактировать и вывести на экран это все? Ну, как в смысле отредактировать? Обработали, показали все эти файлы, блядь, картинки, не знаю, ссылки на сайт и что-нибудь. Почему вы просто показываете мне его тело? Монолог, опять монолог. Мне это не интересно просто так слушать. Мне нужны факты. Оппозиция, оппозиция вам. Ну, конечно, имелось в виду, в данном случае, сепаратисты, террористы, которые воевали с нами на Кавказе. Кто, блядь, именно? Они их называли оппозицией. Вот именно, что разные вещи. Второй момент. Третий момент, очень важный. Очень важный. Это момент создания системы про США. Кого? Начало. И мы долго уговаривали не делать это в Соединенных Штатах. Больше того, после того, как меня пригласили в... Отец Буша-младшего, Буш-старший пригласил к себе на океан, в гости. И там состоялась очень серьёзная беседа с президентом Бушем, с его командой. И я предложил, чтобы США, Россия и Европа создавали совместную систему ПРО, которая, как мы считаем, создаваемая в одностороннем порядке, угрожает нашей безопасности. Несмотря на то, что официально говорилось с Соединенными Штатами о том, что она создаётся против ракетных угроз со стороны Ирана. И тем же обосновывалось создание ТРО. И я предложил им работать втроём. Россия, США, Европа. Вы если втроём? Меня спросили, ты серьёзный? Я говорю, абсолютно. Я говорю, представь, что это было? Когда это было? В каком году? Ну, я не помню. Вот это легко. Как можно утверждать? Блядь, я вообще не помню. То есть он настолько точен в датах исторических, да? Вот он помнит эту дату, вот ту дату, вот эту дату. Вот я был с Бушем, он меня приглашал домой, мы там обсуждали. Но дату я не помню. Я забыл дату. Что, блядь, как вот такое можно забыть? Так, что, блядь? Это не забыть, что ты в кафе сходил, в какого числа отдыха сходил в кафе, блядь? Куда-нибудь с кем-нибудь, без разницы. Это... Короче, поняли. Вот, и мне сказали, это очень интересно. Я говорю, только представьте, если мы вместе будем решать вот такую глобальную, стратегическую задачу в области безопасности. Мир изменится. Наверное, у нас будут споры, наверное, экономические, даже политические. Но мы кардинально поменяем ситуацию в мире. Как? Меня спросили, это ты серьезно? Я говорю, конечно. Нам надо подумать, мне сказали. Как вы, блядь, изменить ситуацию? Не пойму. Потом сюда. Вот в этот кабинет, где мы с вами беседуем. Приехал министр обороны Гейтс, бывший директор ЦРУ. И гость секретарь Райс. Учу дать стоп. Эй, мы уже поняли. Вот видите, мы поняли. С этой стороны, я... Блядь. Хорошо. Они мне сказали. Да. Мы подумали, и мы согласны, и говорю, слава богу, отлично. Но, за некоторым исключением. Чуть, twice, и в дискарбе, у вас президент... Каким? Дважды описывали, как американские... Президенты принимали какие-то решения, а потом их команды эти решения пускали под откос. Именно так. Именно так. В конечном итоге нас послали подачу. Я не буду детали рассказывать, потому что считаю это... Почему? ...корректно. Ну, все-таки это был конфиденциальный разговор. Да, в смысле? Ты уже рассказал, что приезжали по такому вопросу. Тебе уже ответили, да, мы согласны. Но, почему не согласны? А он не говорит. Ну, это что такое? Опять же, это то же самое, опять, что я до этого говорил минут 20 назад. Он говорит только частичную правду. Вот есть общая, да, какая-то общая правда. Вот он 20% из этой правды сказал. Остальное... Ой, бля, не помню. Там не особо интересно, не особо важно. Ой, ну когда официальная информация? Конечно, блядь. Конечно. То, что, значит, наше предложение было отклонено, это факт. Тогда, именно тогда, я сказал, послушайте, мы тогда будем вынуждены заниматься ответными мерами. Какими, блядь? Создавать такие ударные системы, которые, безусловно, будут преодолевать систему ПРО. Он говорит, ответ был такой. Так что, давай. Мы делаем ничего против вас, а вы делаете, что вы хотите. Мы исходим из того, что это не против нас, не против США. Говорю, хорошо, пошло. И мы создали гиперзвуковые системы. Так, а в чем проблема-то двоя? Мешка не теряет дальности. А проблема-то в чем? Непродолжаем их развивать. А нахрена ты? Ничего не понимаю. Великая страна. Великая, блядь. С огромными ресурсами. В чем проблема была изначально создавать эти конституциональные ракеты? Зачем надо было по этому поводу дружиться с Америкой? Я ничего не понимаю. Это же показывает слабость. Что ты идешь к ним на ковер, кланяешься им. Давайте мы с вами. Я хочу с вами. Сильны же. Сильны же, блядь. Мы сейчас опередили по созданию гиперзвуковых систем ударных. Мы опередили всех. И Соединенные Штаты, и другие страны. Они у нас совершенствуются каждый день. Вот. А, вот где, блядь, мои аналоги, понятно. Сделали. А я надеялся у врачей, у учителей. Вот. Предлагали пойти другим путем. А нас отодвинули. Теперь это по поводу решения НАТО на востоку. Ну, обещали же. Никакого НАТО на востоку. Дюйма в сторону на восток не будет, как нам было сказано. А потом что? Ну, на бумаге же не зафиксировали. Согласен. Блядь, я с-то вот сейчас... Хорошо, если это тоже... Поэтому будем расширять. Пять расширений. Ты, вот... Вот это показывает его... Возраст. Возраст. И то, что он жил в 90-е. И пришел к власти в 90-е. Ну, они же сказали. Типа слово пацана, что ли? Че за бред, блядь. Вы живете в 21-м веке. Вы должны были это подписать, блядь. Подписать рукой на бумаге. Как мирный договор и прочее. Подписывайте. Что это нельзя. То-то, то-то, то-то. Блядь, при чем тут разговор? Это детский сад. Ты... Ты сколько лет? Ты президент страны. Он реально думал, что вот они сказали так. И значит, так сделает. А, блядь. Ёперный театр. Я в шоке, блядь. И погрузили туда и Прибалтику, там, и всю Восточную Европу и так далее. И вот теперь по-хору главному. Добрались до Украины. И встречный вопрос. Подожди. Это все? Куда бы там НАТО ни расширялось. Это все независимые страны. С какого хрена решили, что мы можем решать за другие страны? Вступать им в НАТО или не вступать? С какого, блядь, это перепугу вообще? Я не понимаю. Каждая страна независимая, отдельная, живет по-своему. Она куда хочет, туда и вступит. Вот нравится ей НАТО, блядь. Она взяла и вступила. С какого черта вообще вы решили, что вы такие цари, блядь, и можете решать за другие страны? Где вы живете, блядь? В каком-то другом мире, что ли? Не понимаю, нихера. Я реально так один думаю, что ли? В 2008 году на саммите в Бухаресте заявили о том, что двери для Украины и Грузии тогда в НАТО открыты. Теперь по поводу, как там принимаются решения. И что, блядь? Вроде бы, были против. Так же, как некоторые другие европейские стороны. Но тогда, как выяснилось, Польша, президент Буша, он такой крепкий парень, крепкий политик. Вот. Как мне сказали потом. Он на нас нажал, и мы вынуждены были согласиться. Вот смешно, как в детском саду просто. Согласен, блядь. Что это за детский сад? Что это за детский сад, блядь? Почему ты не подписал с ними договора, блядь? Они такие. На них, видите ли, нажали, они согласятся. А потом они говорят, ну, Украина же не будет в НАТО, ты знаешь? Я говорю, не знаю. Я знаю, что вот вы согласились в 2008 году. Почему в будущем не согласитесь? Ну, тогда... Кто, кто вы, блядь? Они же... Ахоман, блядь. Кто, например, про Францию, то еще про кого-то. Да вот, нажали на нас. Я говорю, а почему завтра на вас не нажму? И вы опять согласитесь. Ну, чушь какая-то, блядь. С кем там разговаривать? Я просто не понимаю. Мы готовы к разговору. Ну, с кем? Где гарантии? Никаких. В смысле, блядь, где гарантии? Блядь, бумажка, блядь, ли... Ладно, блядь. Листочек, ручка, блядь. Два президента, и вы там что-то пишете и договариваетесь. Блядь, они на словах. Мать вашу сан. Могу. Это 50, блядь. Что за детский сад, блядь? Почему? Значит, начали осваивать территорию Украины. Чтобы не было там. Я вам предыстория уже сказал, как развивалась эта территория. Какие отношения были с Россией? Ну, там у каждого второго, третьего какие-то связи с Россией были всегда. И при выборах уже в независимые... Были. Вот именно, были. Которые получили независимость в результате декларации о независимости. А, кстати, там написано, что Украина нейтральное государство. А в 2008 году вдруг перед ней открыли двери или ворота в НАТО. Вот интересное кино. Мы так не договаривались. Стоп. Он подтвердил, что Украина независимое государство. Правильно? Правильно. Что значит нейтральное? В смысле, блядь, нейтральное. По разглашению независимой Украины, исходя из смертельной опасности... Чё? Нависшее было над Украиной в связи с государственным переворотом. В СССР в 1991 год продолжает. Тысячелетие традиции государственного строительства на Украине. Исходя из права на самоопределение, предусмотрено уставом ООН и другими международными правами, документами... Исполняет декларацию о государственном суверенитете Украины. Верховный совет Украинской Советской Центрической Республики... Торжественно проглашает независимость Украины. И создание самостоятельного украинского государства Украины. Территория Украины является неделимой и неприкосновенной. Отныне территория Украины имеют силы исключительной конституции и законы Украины. Настоящий акт вступает в силу со дня его одобрения. Верховная Рада Украины в 1991 год. Где, блядь, то, что она какая-то там... Как он там назвал? Как он там назвал, блин? Нейтральный. Вот где это написано? Какая нахрен нейтральный еще? Что за бред вообще, блядь? Какая нахрен нейтральная? Они вам что, кусок мяса, что ли? Так вот, все президенты, которые приходили к власти на Украине, они опирались на электорат, так или иначе хорошо относившийся к России. Это юго-восток Украины. Это большое количество людей. Во, да, ты подтвердил то, что, блядь, все, кто приходил к власти Украины, кланились в ножки правительству России. Видите, этот электорат, относившийся позитивно к России, был очень сложный. Значит, к власти пришел Виктор Янукович. Причем как? Первый раз он победил после президента Кучмы. Организовали третий тур, который не предусмотрен в Конституцию Украины. Это госпереворот. Представьте себе, у вас... Он заставал... Я опять гуглю, блядь. Я опять гуглю, лёг твою мать. Приходится гуглить. Че он? Раз не хочет. Президентские выборы десятого года Украины, пятые выборы... Проводились в два тура, блядь. В смысле три? Ничего не пойму. Его, блядь. Два тура. Он про Януковича? Еще раз, блядь. Организовали третий, чем как? Значит, к власти пришел Виктор Янукович. Причем как? Первый раз он победил, после... Ага. Все, про Януковича, больше ни на кого. А он один раз был? Что это за... Охер. Это уже просто сайт открыл. Написано, 10-го года Тармабаб со второй попытки выиграл президентские выборы на Украине. Зачем это ложь? Вот сейчас четкая ложь. Бля, я это вырежу и ставлю в шорт. Это че такое? Зачем откровенно врать? Два тура, блядь, было у Януковича. И он выиграл со второй попытки. Правильно? Правильно. Или он два раза, блядь, избирался? Сейчас открою, еще раз. Где он тут? Янукович. Так. Президент Украины. С 10-го года по 14-й. Примир-министр. Все, он был один раз. Два тура было. Два тура было. Два. Первый был 17-го января, 10-го года. Заходите и проверяйте. Потому что это важно. Это ложь, блядь. Просто в уши вливается ложь. Российским гражданам. И второй тур. 7-го февраля, 10-й год. В первом туре он набрал 35% голосов. На втором месте была Тимошенко. Офигеть, я даже не знал, что он так много набирал. А на втором туре он выиграл 48% на 45%. То есть там тютелька в тютельку было. Да. Где три тура? Где три тура, блядь? Зачем так нагло врать? Вот это уже прям, ну, перебор. Кучу. Организовали третий тур, который не предусмотрен. Ну, вы уже понял, даже в это вранье. Вранье, откровенно вранье. У вас кому-то не понравилось в США? Ну, вот шел спор между... В 2014 году. Нет, ага. Нет, 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 это раньше было. Значит, в десятом, блядь, в десятом. А что ты что-то не говоришь, чтобы люди, блядь, не побежали искать? На счет победил на выборах Янукович. Ага. Но его парнис не признали. В смысле? США поддержали оппозицию и назначили третий тур. Это что такое? Псамы... Блядь, я еще раз сейчас поищу. Может быть, счет еще как информации скрытая, блядь. Четвертый год? Шо там, четвертый год? Так. Вот видите, как плохо, когда он даты не называет. Четвертый год. Первый тур был, второй тур. И третий тур был, это переголосование второго тура. Итак, кандидаты. Виктор Ющенко и Янукович. Первый тур. Ющенко победил. Там пиздец, какая разница. 39-90, 39-26. Во втором туре Ющенко проиграл. 46-61. Победил Янукович 49-46. И в третьем туре он победил. 51-99 на 44-20. Тогда зачем ты говоришь, что Янукович победил? Чем ты запутал-то всех? И по окончанию он говорит, что Янукович победил. Блядь, то президентом был Ющенко. Блядь. Ахера так делать. А, отлично, блядь. Во время выборов на Ющенко тяжело заболел. Ему продиагностировали отравление диоксином. Класс, блядь. И это было во время президентской кампании. Во время второго тура голосования в Донецке партия регионов, которой принадлежал Виктор Янукович, подделало 750 тысяч голосов в пользу Януковича, блядь. Это привело к массовым протестам на Майдане, независимости в Киеве, которые длились несколько недель. Многие зарубежные наблюдатели заявили о масштабах фальсификации в ходе выбора. Это привело к серьезному политическому кризису и массовым акциям гражданского неповиновения, получившим название «Оранжевая революция». На фоне сложившейся политической обстановки в 2004 год Верховный суд Украины аннулировал результаты второго тура. США, блядь, тут спустилась с небес, блядь, к ним, к этим холопам, блядь, и сказала «Давайте третий тур». Верховный суд Украины аннулировал результаты второго тура, блядь, из-за нарушений, из-за фальсификаций. Представляете, в России такого не бывает. В России подают заявление, что была фальсификация, а, да похеру, блядь. Выборы пройдут и все, а там потом что будет, плевать. Пиздец, в такой, такой подменный понятие, это просто вообще, это настолько вот наглое, искусно, вот зачем так делать? А, ну хотя, что я спрашиваю, зачем, блядь? Понятно зачем. Люди же тупые, блядь, не пойдут ничего лезть и проверять. Забыл совсем. Старственный переворот. США поддержали его. И к власти пришел в результате третьего тура. Представьте, что в США кому-то чуть не понравилось, организовали третий тур. В смысле, блядь, там были фальсификации, ооо. Ну, тем не менее, там и пиздец. Пришел к власти Виктор Ющенко, который считался прозападным политиком. Хорошо. Но мы и с ним наладили отношения. Он ездил в Москву, мы ездили в Киев, и я ездил. Встречались в неформальной обстановке. Ну, западные, так западные, пускай. Пускай люди работают, считают. Пускай ситуация должна внутри развиваться в самой Украине. А что, жалостное? Значит, после того, как он поруководил страной, ситуация ухудшилась. И к власти все-таки пришел Виктор Южникович. Может быть, он был не самым лучшим президентом и политиками, я не знаю, не хочу давать оценку. Ага, пророссийский он был, блядь. Ассоциация с Евросоюзом. Но мы к этому всегда относились очень лояльно. Ну, пожалуйста. Но когда прочитали этот договор об ассоциации, выяснилось, что для нас это проблема. Потому что у нас с Украиной зона свободной торговли, открытые таможенные границы. А Украина должна была по этой ассоциации открыть свои границы перед Европой. И потоком все на наш рынок. Сказали, нет, тогда так не получится. Мы закроем тогда свои границы с Украиной, таможенные границы. Янукович начал считать, сколько украины выиграет и сколько потеряет. И объявил своим контрагентам в Европе. Я должен еще подумать перед тем, как подписать. Как только он сказал, начались деструктивные действия оппозиции, поддержанные Западом. И все дошло до Майдана. О-о-о, да-да-да-да, блядь, конечно, поэтому. Вот это не хера себе, блядь. Это серьезно, это причина, да, Майдана, блядь, серьезно, да? Ах, охереть просто, вообще. Да, блядь. А то, что граждане хотели, блядь, на Запад. Не из-за этого Майдана отсюда, да? То, что хотели все в Европу, блядь, а Янукович из-за того, что он пророссийский был против. Не из-за этого Майдана отсюда? Ну, конечно, ну, конечно, конечно. Мы даже дело не в объемах торговли, хотя больше. Дело в кооперационных связях, на которых стояла вся украинская экономика. Слушай, такой бред, блядь, я не понимаю, вы политики, ебать. А вам что, сложно договор подписать? Неужели вам сложно подписать договор, что если, блядь, из Европы какой-то товар идет в Россию, он буровует проходить таможню? Если этот товар производится в Украине, он там уже не проходит. Какое-нибудь, что-нибудь такое нельзя придумать. Это просто называется причина высосана из пальца, блядь. Это же все, это же все обсуждается, блядь. Вы умные люди, блядь, а показывайте себя глупыми. Кооперационные связи между предприятиями были очень плотными со времен Советского Союза. Там одно предприятие производило компоненты для конечной сборки. И в России, и в Украине, и наоборот. Очень тесные связи были. Совершили госперевод. Что, Ладу Гранту, блядь, произвели? В детали, которые считают некорректным. Но все-таки было сказано. Вы там Януковича успокоите, а мы успокоим оппозицию. Пускай все идет по пути политического урегулирования. Мы сказали, хорошо. Нет. Согласны. Давайте так и сделаем. Янукович не применил, как просили нас американцы, ни вооруженных сил, ни полиции. А вооруженная оппозиция в Киеве провела госперевод. Чего, блядь? Янукович не применил ни полицию. Что, ебать? ОМОНовцы начали всех там херачить, блядь. В смысле он не применил, блядь, ничего? Что ты несешь, блядь? То есть он просто перевернул. Янукович святой, полиция святая. А вот граждане такие хуёвые. И начали всех там избивать и так далее. Конечно, блядь, конечно. Как это понимать? Вы кто такие вообще? Как уж так и понимай, блядь? Делать меня спросить тогда руководство. Ага. А почему тут с США-то, блядь? Ты только что сказал про граждан Украины. С США-то... Сука, я не могу. Ты смешно, пиздец мне. При поддержке ЦРУ, конечно. Вот, конечно. Вот, конечно. Вы когда-то хотели. Конечно. Можно сказать, что вас не взяли. Конечно, блядь. Это серьёзно. Блядь. Конечно. Верекальния. В том смысле, что я работал в первом главном управлении. Это разведка советов. Это вы дальше, 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 что вы. Работа есть работа. Но технически они всё сделали правильно. Добились того, чего хотели. Сменили власть. А, прикинь. Вау. Ага. В чём, блядь? Здесь, конечно, политического руководства не заработают. Они должны... Политического руководства должно было видеть, к чему это приведёт. К чему? Итак. В 2008 году открыли двери Украине в НАТО. В 2014 году провели госпереворот. При этом тех, кто не признал госпереворот, а это госпереворот, начали преследовать. Создали угрозу для Крыма, которую мы были вныжны взять под свою защиту. О, 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 Крым. Ещё Крым пошёл, молодец. Всё. Всё привязал. Вообще, блядь. Всё привязал. Всё во всём виновата США. Блядь, во всём в мире виновата США. Во всём абсолютно. А в Африке у людей нет воды тоже, потому что США, блядь, виноваты. А что там ещё у нас? Ледяники тают. США, сука, виновата. Во всём виновата США. Блядь. Яйца по 160... США виноват. Яйца по 160 рублей. Срочно. США виноваты, ребята, блядь. С 14-го года, применяя, применяя авиацию и артиллерию против мирных граждан. Ведь с этого всё началось. Ведь же, видеозапись. Где? Чё, блядь? Удар по Донецку. Чего нахуй? Начали войну в Донбассе. Крыма. Ага. Который мы были вынуждены взять под свою защиту. Начали войну в Донбассе. США, блядь? Чего? Применяя... Что? Как там фамилия его? Гиркин, вроде. По-моему, так. Он был, блядь, в Украине в Донбассе в 14-м году. Гиркин был... Хуй. Гиркин был... Блядь, я сейчас точно... Давай проверим Гиркин. Гиркин, который вы, блядь, судите. Гиркин был в Украине в 14-м году. Сидел там уже, блядь, и воевал против Украины. Какой нахуй США? Алло! Там российские войска были. Отчинитесь, пожалуйста. Применяя авиацию и артиллерию против мирных граждан. Да. Конечно, блядь. С этого. Ведь же видеозапись. Конечно, да. Самолёт он наносит удар по Донецку. Блядь, ты знаешь, сколько я тебе такие видеозаписи могу достать? Просто уйма, блядь. Только почему-то... Ты смотришь только те, которые... Ты их поднимать. Только сможешь те, которые тебе удобно. Только удобно и ты смотришь видеозапись. Они все. Предприняли одну крупномасштабную войсковую операцию. Еще одну. Потерпели неудачу. Еще готовили. Пиздец. Доказательство где? На фоне освоения. Военного освоения этой территории. Чего? Кого нахуй? Открытие двери НАТО. Ну, как же нам не проявлять обеспокоенность тем, что происходит? Чего? Наша страна, это было бы преступная обеспеченность. Вот что это было бы такое. Просто политическое руководство штатов подогналось в черте, за которую мы уже не могли переступить. А-а-а. Часть русского народа под эту военную машину. Это было за 8 лет до начала конфликта. А что спровоцировало конфликта, когда вы решили, что вам нужно все-таки сделать этот шаг? Ну, спровоцировал конфликт. Изначально спровоцировал конфликт госпереворот на Украине. И мы такая, великая страна, сидела, терпела 8 лет. И такие спустя 8 лет, такие, блядь, вот вы в 14-м году сделали госпереворот, вот за это вам сейчас пиздец. Приехали представители трех европейских стран, Германии, Польши и Франции, и были гарантами подписанного договора между правительством Януковича, между Януковичами, и оппозиции подписали свои, подписи свои поставили как гаранты. Несмотря на это, оппозиция совершила госпереворот, и все эти страны сделали вид, что они ничего не помнят о том, что они гаранты мирного урегулирования. В печку сразу бросили этот договор. Никто не вспоминает. А что они должны были сделать? Войска везти и убивать граждан, блядь, что ли, мирных? Я не понимаю. Да, госпереворот, да, блядь. Как во многих странах, где у власти гондоны находятся, понимаешь? В таких странах происходят госперевороты, блядь. Потому что граждане заебались. Когда сначала они выходят мирно, выходят мирно, выходят мирно. Все массово и массово. А потом этому идиоту Януковичу, блядь, не нравится, видите ли, блядь. Что же это граждане выходят? И отсылают, блядь, полицию. Их всех нахрен разгонять и дубинками херачить. А потом они удивляются. А что это граждане на них пошли? Да потому что вы пидорасы, блядь. Я не знаю, знают ли что-то в США про этот договор между оппозицией и властью. И про гарантов, трех гарантов. Пиздец, между оппозицией. Чтобы вернуть весь этот процесс на политическое поле, нет, поддержали госпереворот. Хотя смысла в этом бы не было. Никакого, поверьте мне. Потому что президент Янукович совсем согласился. Был готов на досрочные выборы, на которых у него не было шансов победить, если сказать по-честному. Не было шансов. Все это знали. Зачем госпереворот? Зачем жертва? Зачем угрозы для Крыма? Зачем начало, потом операции на Донбассе? Вообще, вот этого я не понимаю. Все, блядь, короче, все, пиздец. Раньше они просто орали, что там, блядь, Украина бомбит Донбасс. Теперь США оказывается все это время, блядь, хуячил Донбасс. Вообще просто молодцы. ЦРУ довело свое дело при реализации госпереворота. А по-моему, один из замок госсекретаря сказал, что даже истратили на эту большую сумму чуть ли не 5 миллиардов. Но политическая ошибка колоссальная. Зачем это надо было делать? Все можно было сделать на самом деле то же самое, только легальным путем. Да! И без всяких жертв, без начала войных операций. Нихуя себе! Это он говорит. Можно было без военной операции все провести. А-а-а. Это, то есть, ты это скажешь лет через пять? Понятно. И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане. В Голубонька не приходило. Потому что мы согласились с тем, что после развала Советского Союза все должно было быть так, по границам союзных республик. Мы же согласились с этим. Так еще б ты не согласился, блядь. Мы тогда не соглашались с расширением НАТО. Тем более не соглашались никогда с тем, что Украина будет в НАТО. Да, вот только независимость Украины подписана, блядь, актом. Или пакт, как там правильно написано? Он подписан, блядь. Верховной Радой. Как там еще называется? Короче, это на бумажке. А твое расширение НАТО, блядь, на словах. Ты понимаешь, что слова ничего не стоят в этой мире. Должно быть как-то документально подтверждено, чтобы ты потом пошел и всему миру. Вот, смотри, они пиздоболы. Мы имели право, потому что они пиздоболы. Вот, мы подписали. А теперь это пустой звук. Мы не соглашались с тем, что там будут базы НАТО, без всяких разговоров с нами. Опять, это независимая страна. Вас всех ебать не должно, что там находится внутри нее. Вообще, если это не террористические организации, остальное вас, блядь, не касается. Что там базы какие-то организуют? Не базы. Это независимая страна. Вы ничем с ней не скреплены, блядь. Закрыли границы, там, закрыли и закрыли, все, до свидания, хорошо. Что-то не понравилось, все, до свидания, прощались. Какие-то сотрудничества прекратили. Как это, блядь, связанные вещи? Ёб вашу за ногу, вы че? Вы где живете, я не понимаю. 21 век на дверь, 21-й, блядь. Не в средневековье. Вы только упрашивали в течение десятилетия. Не делайте этого, не делайте того, что посвятило триггерам в последних событиях. Ну, во-первых, сегодня власти Украины заявилось, что они будут исполнять минских соглашений, которые были подписаны, как вы знаете, после событий 2014 года в Минске, где был изложен план мирного регулирования на Донбассе. Кстати. Руководство... Министр нас... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я ни разу, блядь, не читал. Так, кто... Первое, обеспечить незамедлительное двухстороннее прекращение применения оружия. То есть вы этим протоколом подтверждаете, что ведется обстрел от России, получается. В смысле? Если это подписывает Украина с Россией? Да? Логично? Обеспечить мониторинг и верификацию со стороны ОБСЕ режима неприменения оружия. Не знаю, как это должно быть. Ладно. Провести децентрализацию власти, в том числе путем принятия закона Украины о временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Лонецка и Луганской областей. Чего, блядь, еще раз. Децентрализацию власти. Ну, то есть убрать централизованную власть. Правильно? Децентрализацию. В том числе путем принятия закона Украины о временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Лонецка и Луганской области закон об особом статусе. Объяснить постоянно действующий мониторинг на украинско-российской государственной границе и верификацию со стороны ОБСЕ создания зонной безопасности в приграничных районах Украины и РФ. Безотлагательно освободить всех заложников и незаконно удерживаемых лиц. Принять закон о недопущении преследований и наказания лиц с событиями, которые имели место в отдельных районах Лонецка и Луганской области. Продолжить инклюзивный общенациональный диалог. Применять меры по улучшению гуманитарной ситуации в Донбассе. Обеспечить проведение досрочных местных выборов в соответствии с законом определенного порядка. Блять. Чего-то можно попроще? Увести незаконно вооруженную формирование, военную технику, а также боевиков и наемников из территории. А какого хуя? Все это время там Гиркин, блять, был. И эти пидоры, как их... Ладно, не буду так говорить. Эти были, как их... Господи. Вот эти зэки. Зэки, которые сейчас, блять, на Украине находятся. Как это формирование называется-то, боже мой. Я забыл совсем. Уже с башки вылетел этот позор. Забыл, 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 забыл. Ну где еще повар Путина, короче, был? Вы поняли, кто посмотрит, вы поняли, про кого я говорю. Почему же они были на Украине? Он говорит про нарушения. А почему они были все это время на Украине? Все эти восемь ебаных лет. Они же там были. Их никто никуда не выводил. А он говорит, что только они нарушали, блять. А это что такое? Если что, шой, говорит, просто прикол, блять. Я не Украина, блять, я из России. И в России. Так, естественно, понятно. Принять программу экономического возражения Донбасса и восстановить жизнедеятельность региона. Это стать гарантией личной безопасности для участников консультации. Что-то я ни хуя не понял, если честно, вообще. Какого года это было? Дата подготовки, дата подписания 5 сентября 2014 год. Там же не было США. Там же были представители ОБСЕ, Россия, Украины. Ну и, естественно, блять, Лукашенко был в Беларусь присходил. Там же не было США. Вы говорили с госсекретарем, с президентом, кто-то, может быть, они боялись с вами разговаривать. И говорили вы им, что если они будут продолжать накачивать Украину оружием, то вы будете действовать. Мы постоянно об этом говорили. Мы обращались к руководству Соединенных Штатов, европейских сторон, чтобы этот процесс прекратился немедленно, чтобы были исполнены минские соглашения. Откровенно говоря, я не знал, как мы это сделаем, но я был готов исполнять. Они сложные для Украины. Там очень много элементов независимости для Донбасса, для этих территорий было предусмотрено. Это правда. Но я был уверен абсолютно, и я сейчас вам скажу, я искренне считал, что если всё-таки удастся уговорить тех людей, которые на Донбассе живут, их надо было ещё уговорить, возвратиться как бы в рамки украинской государственности, то постепенно, постепенно рано заживут, постепенно, постепенно, когда эта часть территории вернётся в хозяйственную жизнь, в общую социальную среду, когда пенсии будут платить, социальные пособия, всё постепенно... Пенсии, блядь, платить, там, блядь, пенсии платила и украинская сторона, и Донбасс отдельно платили пенсии. Некоторые ездили, сначала получали пенсии на Донбассе, потом ездили в Украину, ещё там получали пенсию. О каких пенсиях ты говоришь, блядь? Лучше не позорься про пенсии. Про наши позорные пенсии, блядь, российские. Стыдно, блядь. Постепенно, постепенно срастётся. Да там, блядь, к 22-м году там уже люди спокойно везде ходили, гуляли в центре города. Война совелась где-то вообще на окраине, где уже никто не слышали, потому что там были только военные, между военными. И всё, какого-то хера они там за херню занимались. Среди гражданских почти жертв уже не было. Уже почти не было. О чём ты говоришь? Все жертвы, которые, блядь, были, вот, прям до хера, это в 14-м году. Когда был переворот, блядь, это естественно. Когда переворот, военные конфликты, жертвы и так далее. Это естественный, блядь, процесс. Нет, никто этого не хотел. Все хотели только с помощью военной силы решить вопрос. Какой? Мы не могли позволить. Какой, блядь, военной силы? И всё дошло вот до этой ситуации, когда они убили. Нет, мы не будем ничего. Мы начали ещё подготовку к военным действиям. Войну начали они в 2014-м году. Наша цель. Прекратить эту войну. И мы не начинали. Сука, они начали войну. А не нормально, да, когда, блядь, республика просто берёт вооружение какое-то там, не знаю, где-нибудь взяли. Стоят у добы, и мы, блядь, отделяемся от Украины. Вы чё с Чеченью сделали? Вы дали ей выйти? Нет. Я не буду углубляться, но суть одна и та же. Республика захотела отделиться. Украина не захотела, чтобы это отделялось. С хера бы, блядь. Просто кто-то взял и захотел отделиться. А знаешь почему? Потому что, блядь, это российские, блядь, там были всякие министры, премьер-министры и прочие придурки, блядь, с России приехали и начали качать права, пока там переворот, блядь. Посмотрите документальные фильмы, не кремлёвские, а нормальные документальные. Разные, блядь, абсолютно разные. Если надо, вам ссылки покидаю, блядь, в комментариях, кому-нибудь интересно. Господи, там всякие формирования всяких дебилов, там власть сменялась, каждый, блядь, день могла власть сменяться, понимаете? Просто придурки с оружием приходили, всё, мы власть, блядь. И вот такая дичь там происходила, там просто пиздец происходил. Что значит Украина начала войну? Республика захотела, взяла почему-то, решила отделиться, и то не целиком. Не целиком. Пиздец, такой бред, просто вот. ...в 2022-м. Это попытка её прекратить. Да, пиздец. Думайте, как вы думаете, удалось вам сейчас её прекратить? Ага, да. Достигли ли вы своих целей? Да. Нет, мы пока не достигли. Бля, пиздец. Всё, на это можно завершать, блядь. На это можно завершать, вы два года не можете завершить. А вы от них требовали что-то. Что вы могли требовать от них, если вы сами не можете? А? ...в их цели, потому что одна из целей это деноцификация. О, расшифрюй, пожалуйста. Запрещение всяческих... Ага, да-да-да-да. Стоп, что, блядь? Деноцификация это запрещение... А Рогозин, блядь, подскажи. Подскажи, пожалуйста, что делал? А? А? Что Рогозин, блядь, делал? А сейчас он где находится? В Роскосмосе, блядь? Если не ошибаюсь. А? Русский марш организовывал, там, блядь, зигу кидал. Нормально, блядь? Жириновский у тебя выкрикивал в парламенте... ...российские фразы, блядь. Это нормально? Не российские, а рас-сис. Блядь, как правильно сказать, чтобы это было понятно? ... ... Короче, за расизм, блядь. Это норма. А там, блядь, кто-то что-то, блядь, все, беда. Это пиздец. У себя сначала разберись, блядь, под боком. Тебе под боком сидят такие дебилы, фашисты, блядь. Это одна из проблем, которые мы обсуждали. И в ходе переговорного процесса, который завершился в Стамбуле в прошлом году в начале, но по нашей инициативе завершился. Потому что нам европейцы, в частности, говорили, нужно обязательно создать условия для окончательного подписания документов. Мои коллеги во Франции и в Германии говорили, ну как ты себе представляешь, как они будут подписывать договор с пистолетом, приставленным к голове, к виску. Надо отвезти войска от Минска. Хорошо, мы отвели войска от Минска. Как только мы отвели войска от Киева, сразу же наши украинские переговорщики выбросили в помойку все наши договоренности, достигнутые в Стамбуле, и приготовились к длительному вооруженному противостоянию при помощи Соединенных Штатов и их сателлитов. А знаешь, как это называется? Ну если это так, как он говорит, это называется «кто-то просто умнее». Кто-то просто умнее. Вот и все. А не потому что они какие-то, блядь, есть такая фраза «на войне все средства хороши». Но если это так, как он сказал, произошло, то кто-то оказался умнее просто-напросто, чем генералишки нашей, блядь, странной. Мои господи, блядь, какой позор. Вот как ситуация развивалась. И так, как она выглядит сейчас. Да. Деноцификация, что это означает? Я как раз хочу сейчас об этом сказать. Давай, давай. Очень важный вопрос. Да, очень важный. Деноцификация. Да. После обретения независимости, вот, Украина начала искать, как говорят некоторые аналитики на Западе, свою идентичность. И ничего лучше не придумала, как поставить во главу угла этой идентичности таких ложных героев, которые сотрудничали с Гитлером. Я уже говорил, что в начале 19 века, когда появились теоретики независимости и суверенитета Украины, они исходили из того, что Украина, независимая, должна иметь очень доброе и хорошее отношение с Россией. Но в силу исторического развития, в силу того, что когда эти территории находились в составе Речи Посполитой, в Польше, украинцев достаточно жестоко преследовали, изымали, пытались уничтожить эту идентичность, и вели себя очень жестоко. Это все осталось. Ой, да, это так жестоко вели, блядь. А я помню, какие-то, блядь, времена-то были царские, блядь. Ты че хочешь, блядь? Там везде, повсюду, блядь, это же... Ах, господи. Жестоко вели, блядь. А как вели, блядь, себя в СССР? А как вели в Российской империи? Бля, ёб твою мать, во всем мире такой пиздец происходил. Зачем ты сравнишь это с современностью? Даже часа не посмотрел, жесть. Вторая мировая война, часть этой крайне националистической, ну так скажем, националистически настроенной элиты, она начала сотрудничать с Гитлером, полагая, что Гитлер принесёт им свободу. И немецкие войска, даже войска СС, они самую грязную работу по уничтожению польского населения, еврейского населения отдавали как раз вот коллаборационистам, которые... Блядь, хватит истории мне, пожалуйста. Вот отсюда вот эта жестокая резня польского, еврейского населения, ну и русского тоже. Во главе стояли лица, которые хорошо известны, Бандера, Шушкевич. Вот именно этих людей. Да, ага. Сделали национальными героями. Пиздец, во всей стране, да? Прямо им покажет, пока не про не понимаю, что все... Сколько там жителей? Блядь, я не знаю, сколько жителей в Украине было на все это пиздеца. Все поклонялись Бандерея, я правильно понимаю? И какая-то кучка дебилов, блядь. Которых потом разогнали нахуй. А вот все, да, поклонялись, правильно понял? Вот в чем проблема. Ага. И нам все время... Проблема в том, что ты веришь в свою же пропаганду, блядь, которую показывают по телевизору. Говорят, ну, национализм... Эээ, национализм и неонацизм есть и в других странах. Да. Ростки есть. И у нас. И в других странах, и да. Ага. Когда удобно было, когда удобно было, они спасировали. Спонсировали. Таких, как Тесак и прочие вот эти неонацисты. Они спонсировали их. Помогали финансово. А когда надо было себя берить, они всех попересажали. Ой. Видите, они сидят. Ах, ебать, как удобно-то, да? А на Украине нет. На Украине из них сделали национальные герои. О, пиздец, такое заблуждение, пиздец. Возводят. Они на флагах. Они... Их именно... Сейчас посмотрим. А, чё там? А, бля... Подожди. Комментарий этого задержался в чате. Патренко. Большая часть узнала про Бандеру после того, как вражки начали... Да, я, блядь, об этом же говорю. Сейчас. Я же тут не просто так сижу, блядь. Бандера. Памятники Бандеры, да, он говорит? Памятники Бандеры в Украине. Где, блядь? К войсковой организации... Организации украинских националистов. Ну, просто, к слову, националисты и нацисты — это два разных слова. Напомню, что Путин... Есть такая фраза. Путина. Я самый главный националист в России. Ничего, нормально, да? Так, дальше. Крыво проводни... Организатор ряда террористических актов. В 1934 году был арестован польскими властями. Переговорен с судом к смертной казни. Которую позднее заменили на пожизненное заключение. В 1939 году было наказание в польских тюрьмах. Свобода получил с сентября 1939 года благодаря нападению Германии на Польшу. Некоторое время находился в подполе на советской территории. Оп, нихуя себе. После чего перешел на территорию оккупированной немецкими войсками в 1940 году. Иницинировал раскол ОООН. Это что такое? Революционный провод руководящей организации. Чего, блядь? Опиравшийся на украинских националистов, действовавших с подполья на территории западных властей Украины. Организовал подготовку вооруженного националистического подполья к восстанию и войне против СССР совместно с Азербайджаном Германии. После нападения Германии в СССР вместе с другими деятелями украинского националистического движения был арестован германскими властями за исказанную попытку германскими разглашение самостоятельной украинского блядь, классного, блядь, с ними посотрудничал украинского государства и помещен под домашний арест. А потом в концлагерь отправили. Потом выпущен. Опять. Все. Так, ну короче, давайте так. Если он нацист, то это очень плохо. Гондон, пидор и так далее. Так, на фиче слово пидор осуждаю. Вот. Козел. Бесспорно. Это, ну, не спорю. Типа, если он нацист, вообще, без проблем. Да. Козел. Там, подбирайте любые слова. Дальше. Еще, вот что написано. С указом президента Украины Виктором Ющенко в январе 10-го года присвоил Бандере звание Героя Украины, но уже в июне 10-го года, то есть сколько прошло? Полгода. Через полгода суд отменил этот указ как незаконный. При этом жители Юго-Восточной Украины, а также Польша, Белоруссии и России относятся к Бандере в основном негативно, обвиняя в радикальном национализме, терроризме и коллабораторе... Не прочитаю это слово. Так. Я даже не знаю, что сказать. Типа, у них есть памятники, да? Типа, реально памятники, а что там на них написано хотя бы? Герой Украины Степан Бандера. Судя по тому, что я написал... Ой, что, блядь? Дождите. Ладно, это и такое я не буду показывать. Короче, не понимаю я. Не знаю, что это за персонаж. Судя по прочитанной, я понял, что он организовал террористические акты в Польше. Что-то пытался там качать против СССР. Типа, сотрудничая с нацистской Германией. Но это было не в период Второй мировой. Он в этот момент сидел все это время. Короче, какая-то дичь и каша, если честно. То есть, я не увидел там написанного, что он нацист и был за нацистскую Германию. Я увидел только то, что он был националист за украинцев. Поэтому, блядь, это странно, это 50 на 50. Вот, ну реально, 50 на 50. Все, блядь. У меня другое мнение. Я не знаю даже, что еще сказать. И плохо, и неплохо, и непонятно. Вот. Относитесь, как хотите, называется. Короче, нацист, нацизов, блядь, у меня уже язык заплетается. Интервью идет 56 минут. Я уже сколько на стриме? Уже 2 часа, блядь. Я 2 часа 56 минут слушаю. Это жесть какой-то. Это какая-то жесть. Ладно. Короче, вы поняли, да? Я все прочитал, кто понял, тот понял. Имена кричат толпы, которые ходят с факелами, как в нацистской Германии. Это люди, которые уничтожали поляков, евреев и русских. Надо это, практикуя теорию, прекратить. Значит, конечно, любая нация, она выросла, считает, там, часть людей. Вот мы говорим, что, я говорю, что это часть общего русского народа. Они говорят, нет, мы отдельный народ. Ладно, хорошо, если кто-то, считая себя отдельным народом, имеет на это правило. Но не на основе нацизма. Правильно? Нацистская идеология. Ну вот, опять, опять, ты путаешься в терминологии. Нацизм и национализм. Это, ну, чуть-чуть разное. Чуть-чуть, но все-таки это разные вещи. Понимаешь? Типа национализм, это бороться за свою, как бы, нацию. Вот ты, я русский. Вы же, блядь, поете, этот дурачок, блядь, раньше был с дредами, теперь накрашенный придурок. Вот поет, я русский. Это что, это не национализм? Это национализм. Но это не нацизм. Понимаешь? Национализм не возвышает свою нацию над другими. То есть он просто борется за свою нацию, да? Он показывает, что мы там сильные и так далее. Но он не говорит, что вот вы все говно сраное, а вот моя нация лучшая. Вот это разные вещи. Вот ты путаешься, Владимир Владимирович. Президент Франции, президент... Вы будете удовлетворены той территории, которая у вас есть уже сейчас? Нет, нет, сейчас закончим. Вы задали вопрос по неонацизму. Да, 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 да. Вот приехал президент Украины в Канаду. Это хорошо известно, но замалчивается на Западе. И представили в канадском парламенте человека, который, как сказал спикер парламента, воевал во время Второй мировой войны против русских. Но кто во время Второй мировой войны воевал против русских? И Гитлер, и его приспешники. Так. Выяснилось, что этот человек служил в войсках СС. Он лично побивал и русских, и поляков, и евреев. Войска СС, сформированные из националистов украинских, они занимались этой грязной работой. Президент Украины встал вместе со всем парламентом Канады. И? Рука плескал этому человеку. А-а-а! Как этому... Я понял, блядь, я понял. Вот сейчас, вот, конкретно сейчас он, блядь, в лужу садится, блядь, очень сильно. Вместе со всем парламентом Канады. Я понял, по какой он случае. Я видел. И? Рука плескал этому человеку. Ага, я понял. Как это можно себе представить? Сам, кстати. Да, только прикол. Знаешь, в чем, блядь, я тебе скажу? Знаешь, в чем, блядь, главный прикол? Что после этого случая, этот председатель ушел в отставку. Он лишился работы за это. Потому что он, он хоть и сказал, что он не знал, но этого не изменишь. Ты это уже сделал. И он пошел в отставку. А что было бы в России? Расскажи, пожалуйста, блядь. Что бы? Ничто. Ой, я не знал. Простите, пожалуйста. Все, блядь. И он бы дальше работал. Понимаешь? Разницу надо, блядь, чувствовать. А он так преподносит, будто бы вот они, пидора. Что? Вот они, сволочи, поддерживают нацизм. Бля. Такая подмена понятий. Просто не могу. Я не досмотрю это дверь. Я не досмотрю. А что вы будете с этим делать? То есть Гитлера уже 80 лет нет в живых. Ага. Насколько нацизм в Германии больше не существует по правде. Это правда, да. Я думаю, что вы говорите, что вы хотите потушить этот пожар украинского национализма. Как это сделать? Послушайте меня. Да, давай. С секретом. Поделись. Ага. И можно я скажу, как я думаю? Только ФСБ знает на него ответ. Давай. Мы готовы. Он, казалось бы, тонкий. Он очень противный этот вопрос. Почему? Вы говорите, Гитлера нет. Так уже столько лет. Да. Значит, но дело его живет. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы. Да. И президент, действующий президент сегодняшней Украины, аплодирует ему в канадском парламенте, аплодирует стоя. Разве мы можем сказать, что мы целиком выкорчевали эту идеологию? Если то, что мы видим, происходит сегодня. Вот что такое деноцификация в нашем понимании. Надо избавиться от тех людей, которые эту теорию, практику оставляют. Я не могу. Так, зачем тушить пожар в другой стране, если никто не просит его тушить? Это хороший вопрос. Только это задать надо ему. Конкретно. Я опять лезу в гугл. Я не понял. Ну, я, по-моему, правильно понял, про какую встречу он говорит. Сейчас, канадский, сейчас, канадский парламент. Зировал нацисту. Вот так напишу. Найдет? Так, вот, аплодисменты националисту в парламенте Канады. Так, ну, я же, правильно? По-моему, это оно. Вот, Канаду раскритиковали за аплодисменты. Настоящему нацисту в парламенте. Игресские организации Канады, местные и иностранные СМИ, а также аналитики раскритиковали канадский парламент. То есть, ну, ты понимаешь, что, блядь, все против этого? Почему ты говоришь, что там все, блядь, за нацизм? Раскритиковали трампопам. Посвященному визиту в страну президента Украины, Зеленского, представителя политической элиты стран, аплодировали с той 98-летнему Ярославу Хунке, урожденному выходцу с западной Украины Гунько, который воевал на стороне нацистского подразделения СС Галичина во время Второй мировой. Наши организации предоставили тем, что парламент Канады аплодировал с той украинцу, которая служила с нацистскими войсками части во время Второй мировой. Войны и причастие к массовым убийствам, понятно. Необходимо принести извинения, заявил Центр, кто это, занимающийся просвещением людей, вопросом Холокоста. Так, это понятно, что оплодили. Так, всех раскритиковали. Так. Все? Все, короче. Короче, они заявили, что это была ошибка, что мы привели, всех осуждали, типа, как бы могли. И граждане, самое главное, граждане имеют право там, понимаешь, сказать, блядь, что вы что, пидорасы, делаете в парламенте? Опять осуждаю слово, пидорасы. Вы что, сволочи, делаете? Вы зачем это привели? Кого? И так далее. Понимаешь, то есть, если какие-то придурки там ошиблись, и граждане их осудили, они услышали граждан. Повторюсь, есть тебя в такой стране. Нет такого, блядь, в стране. Граждане могут что-то сказать вашему сраному парламенту, этим дебилам, которые там сядут. Нет. Всем плевать нахрен. А там сразу осудили и уволили к чертовой матери этого, кто пригласил, кто там, блядь, был председателем. Бля, такой бред, блядь. Такого... Вот опять, Моторола, блядь, не знаю. Я слышал, но не знаю, опять же. То есть, сейчас гуглит заходить. Блядь, придется, видимо, да? Слышал, опять же. Знаю. Вот все вот это из старой пропаганды, из телека знаю. Моторола, блядь, кто это такое? Блядь, у меня телефон нашел. Старый телефончик Моторола. Кто это такой, блядь? С ДНР вроде, да? А, что-то я смотрел документалку какую-то про него. Блядь. Ну, не конкретно про него, про вообще, про то, что там происходило. Короче, 8 лет. Ну, нормально, документалку смотрел. Участник войны на востоке Украины. А, все, я вспомнил. Я смотрел. Короче, я вспомнил. Он. Что я помню из документалки? Он там на видео, короче, был таким хорошеньким. Его там все жители любили. Он там, типа, тем помогал. Этим помогал. Там, да, все такие. Ой, Моторол такой хороший. Типа, во время войны, там, деньгами помогает, продуктами и всем прочим. Но потом, типа, появились обстоятельства. И выяснилось, что они мучили людей в подвале и так далее. Короче, оказался он не таким-то хорошим. Вот. Вот это я помню. Вот, я не прочитав твой этот, но... Да. Пытались скрыть, но не скрыли. Я же знаю, значит, не скрыли. А я вообще никаким образом никому не имею доступ. Только общий доступ информации из интернета. Вот. Короче, он на вид делал... Вид делался хорошего человечка. А оказался, ну, последним тем еще... Опять скажу, сейчас осуждаю. Вот. Ну, короче, ты понял. Вы все поняли. В жизни и стараются сохранить. Вот что такое деницификация. Вот что мы под этим понимаем. Хорошо. Я, конечно, не защищаю нацистов. Бля, жаль, что тут нет тайм-кодов. Я уже задолбался, реально. Уже... Я всего час посмотрел, а стрим уже идет два часа. Охренеть просто. Сколько у меня комментариев тут уже было. Жесть. Неонацизм или неонацизм. Но мой вопрос в практическом плане. Вы не контролируете всю страну, и не кажется, будто вы хотите, все ее контролируете. Но каким образом вы сможете тогда выкорчевать идеологию, культуру, какие-то чувства, историю в стране, которую вы не контролируете? Каким образом этого достигнуть? А вы знаете, как вам не покажется странным, в ходе переговоров в Стамбуле, мы все-таки договорились о том, что там есть это все в письменном виде, что на Украине не будет оккультироваться неонацизм. Так. В том числе и будет запрещено на законодательном уровне. Так. Господин Карса, мы договорились об этом. Это оказывается можно сделать в ходе переговорного процесса. Ох! Оказывается можно договариваться, прикинь. Он только об этом узнал, серьезно? То есть спустя два года, или не знаю, когда там, блядь, было это, чего там договаривались. То есть ты все это время не знал, что оказывается можно просто поговорить, да, что-то подписать? Серьезно, блядь? Для этого надо было... Не буду произносить вслух, что надо было, блядь, сделать два года назад. И здесь нет ничего унизительного для Украины, как для современного цивилизованного государства. Че бать. Я не буду гуглить сейчас конституцию Украины, но мне кажется, у них это прописано. Ну, просто предполагаю. Я, конечно, потом посмотрю ради интереса, но сейчас я не буду этим заниматься. Мне кажется, у них написано про нацизм, как и у нас. Ну, типа, везде должно быть написано. Во всех странах СНГ. Будут ли переговоры и почему до сих пор? Сейчас, стоп, 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 чат. Так. Что там у меня? А, задержать сообщение опять. Так. Твои сообщения запрещают, короче, за мат. Администрация отвечает. Могу видос кинуть про Моторолу. На одну минуту посмотришь. Было видео, где он с гранатометометом ебашил по зданию. Да я смотрел, я же тебе говорю. Я тебе сейчас скажу даже. Короче, есть просто охерительная документалка на 3 часа. Я 3 часа смотрел. Вообще, просто не прерываясь. Это охеренная документалка, на самом деле. Что было, вот, типа, 8 лет. И там вот обо всем. О Мотороле было, и о всяких этих идиотов, которые там, блядь, короче, были на ТНР. Очень-очень много всего. Это все сложно удержать в голове. Это надо каждый раз пересматривать, обновлять. Вот. Ну, суть, короче, знаю. Хочешь, скинь куда-нибудь. Типа, если там ссылки приходят, кидай. Упор таких переговоров относительно урегулированных. А, трансляция сейчас на ютубе еще идет. Там в твиче тоже ссылка на ютубе есть. Можешь нажать на ее там, не знаю, в комментарии кинуть. Тринфликта на Украине не было. Мирных переговоров. Они были, они были. Они дошли до очень высокой стадии согласования позиций. Сложного процесса. Но все-таки они были практически завершены. Ну, после того, как мы отвели войска от Киева, я уже сказал, другая сторона, именно в Украине, выбросила все эти договоренности и приняла позырек... Бля, серьезно? ...европейских, Соединенных Штатов, вылевать с Россией до победного конца. Бля, классно, да? Классно отмазать. Не тем, что, блядь, войска сплоховали и не такие уж, как бы, сильные оказались у нас войска, а сказать, что, ну, мы там мирные договоры, переговоры вели, огонь прекратили, и тут они решили в наступление пойти и так далее. Да, мы не виноваты, мы не виноваты. Это они. Это опять они, блядь, виноваты во всем. И больше того, президент Украины законодательно запретил вести переговоры с Россией. Он писал декрет, запрещающий всем вести переговоры с Россией. Чего? Как мы будем вести переговоры, если он сам себе запретил и всем запретил. Чего? Мы знаем, что он выдвигает какие-то идеи. Я сейчас, блядь, пищу такую смысл. Так, Песков, кривили готовы к переговорам со следующим... Со следующим... Сука, сами же, блядь, говорят хуйню. Так, ладно. Президент Зеленский во вторник ввел в действие решение СНБО, в частности, о невозможности переговоров с действующим президентом РФ. Не за... Не заявил, что невозможно с Россией договариваться, а с тобой, блядь, договариваться нельзя. С тобой, понимаешь разницу? Россия, это не ты. Очнись, пожалуйста. Россия, Родина и страна, это не государство и Путин. Государство, это другое, блядь. Государство, это ты и все твои чинуши-воры, блядь. Вот это государство. А страна России, это... Давай, не приплетай к себе, пожалуйста. Ты не часть ее. Еще до проведения референдума украинский президент заявил, что после них говорить с Москвой будет уже не о чем. А, после референдума в Донецке, окей. Президент России говорил, что Москва готова к переговорам, но не будет обсуждать выбор. Да ебать, какие же... Вот почему он опять, в очередной раз я убеждаюсь, что он вот просто говорит часть правды. Он не говорит целиком, почему и кто отказался, а просто говорит. Они законодательство, законодательно решили, что больше нельзя с нами проводить мирный переговор. Все, блядь. Это все, что он сказал. Ты сейчас серьезно, блядь. Главное, Путин говорит, что готов к переговорам, но не будет обсуждать... Ну, Москва. А, нет, он заявил. Не будет обсуждать выбор жителей ДНР и ЛНР Запорожья и Херсонщины. Почему не будет-то? Расскажи-ка, пожалуйста, блядь. Если это спорная территория. Блядь, такой бред. Выбор, говорят, блядь, граждан. А где наблюдатели мировые? Где записи видеокамер? Со всех участков, сколько... Короче, блядь, я не буду все это говорить. Все эти выборы просто бред полнейший, нахуй. А кто этого не понимает, ну вы дебилы. Вы реально дебилы, если вы не понимаете, что это цирк, а не выборы в ДНР и ЛНР. Просто цирк, блядь. И вот просто я включу отрывок, сколько? 29 секунд. О чем я говорил, что кардинально вообще такие разные мысли у двух президентов. Это на сайте газета.ру. Так что, если чего, это ни при чем. Это газета.ру. Остается лидером переговорных усилий. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о существовании на равных честных, достойных и справедливых условий. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России. Ну так ты понимаешь, Путин, блядь, праздницу в том, что он говорит, что ты говоришь ты. Это две разные вещи. Они готовы на переговоры, но не с тобой, блядь. Ой, боже, я не могу. Пиздец. Он подписал декрет, запрещающий... Если что, это слова президента Украины. Не мои, так что, если что, это не мои слова. Знаете, кто бы там это все не посмотрел. Всем вести переговоры с Россией. Как мы будем вести переговоры, если он сам себе запретил и всем запретил. Мы знаем, что он выдвигает какие-то идеи по поводу этого регулирования, но для того, чтобы о чем-то договариваться, нужно вести диалог. Не так ли? Так вы сами не хотите, потому что вы не хотите обсуждать ДНР и ЛНР, вы же сами заебили. Но вы не будете говорить с украинским президентом вы будете говорить с американским президентом, когда вы в последний раз разговаривали с Джо Байденом. Ну, я уже не помню, когда я с ним разговаривал. Не помню, можно посмотреть там. You don't remember? Ну, вы не помните? Нет, я не хочу, я должен все помнить. В смысле, о чем он сказал? Подожди. Он говорит, не помню, какого-то, какого числа, или что? Перевели просто одно слово. Он же сказал несколько. Не помню, когда я с ним разговаривал. Не помню, можно посмотреть там. You don't remember? You don't remember? Что? 2 ноября? И... Блядь, плохо слышно было. Ничего я не помню. Не помните? Нет, я не хочу, я должен все помнить, что ли. У меня своих дел полно. Как, блядь, удобно. Очереду раз он показывает, что... Вот какие-то, блядь, там, да, ты точно, сука, знает. А вот такие вещи он не знает, что все, что... Еще должно все помнить, да, про... Бля, перестаньте. Есть внутриполитический... Как удобно, блядь. Да, но он финансирует войну, которую вы ведете. Ну да, он финансирует. Но когда я с ним разговаривал, это было до начала специальной военной операции. А что ж ты не поправил ты его? Не войну, а военную специальную операцию. Что ж ты не поправил ты его? А за это слово, блядь, у нас в стране вообще-то сажают, если ты не знаешь. Естественно. Я, кстати, ему тогда говорил, я не буду в детали даваться, я никогда этого не делаю, но я ему тогда сказал, я считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба, поддерживая все, что там происходит на Украине. А что там, блядь, происходит? Что происходит? Кстати говоря, здесь, я думаю, что это будет корректно, на этом я ограничусь. А что он сказал? Можно у него, пожалуйста, спросите, пожалуйста. А, как он, ну, как он, ну, как он, ну, как он, ну, блядь. Сука, я не могу. Граждане союны штаба. Ой, прости его. Ой, давайте. Нет, не корректно. Типичные его ответы, блядь, он постоянно так делает. С тех пор, вы с ним не разговаривали после февраля 22-го года. Нет, мы не разговаривали. Февраль 22-го, ага. Кстати говоря, вот, вы помните, я вам рассказывал про, про, про мое предложение, вместе работать в системе противоракетной обороны. И? И чё? Ясно, да. Вот, можно спросить у всех. Они же все, слава богу, живы-здоровы. И, значит, и бывшие президенты, и Кандализа живы-здоровы. И, по-моему, господин Гейтс. Да, и сегодняшний, сегодняшний директор центрального разведа... По-моему, потерял логическую связь. Причём тут, блядь, всё это? Он тебе про Байдена говорит. Алло. Они все свидетели этих разговоров. Вернись. То же самое и здесь, если вам интересно, что ответил мне господин... А, вот о чём, блядь, пиздец. Всё, и, блядь, всё, и мне дурно. Пожалуйста, помогите мне, господин, я сейчас с ума сойду. Два часа интервью, блядь, нахера я столько слушал? Вот, не скажете, надо было на часу закончить уже, на часу, на часу, плевать. Надо было реально, вот час прошёл и закончить нахрен это всё, блядь. Четыре часа двенадцать минут стрим был, ахренеть, господин. Четыре часа мучений, просто мучений, блядь. Это ужасно, это невозможно слушать. Весь этот маразм, блядь, и в ложь, это вообще... Ну, тут даже не то, что ложь, окей. Тут большая половина... Удобно подставленные факты. Недоговаривает. Некоторые части фактов, да, то есть берёт за основу что-то. Как делают у нас, бывает, по новостям делали, я много раз так видел, пропаганда так делает. То есть берёт за основу какой-то факт, да, который произошёл. Другую часть её не договаривают, а это просто берёт и раскручивает в свою пользу. Вот и всё. А в контексте это по-другому смотрится совершенно, не так, как ты это озвучиваешь. Вот. Ничего нового, вообще просто. Ну, по факту это интервью бесполезное. Абсолютно бесполезное. Нахрен не нужное. Ничего нового не сказалось. Всё то же самое, что он говорил на прямых линиях. Что там ещё происходило? Где он ещё? Ну, вон там, прямая линия, лайф. Он то же самое там всегда говорит. Одно и то же сказал. Ничего интересного. Как я писал в комментариях где-то. Это не интервью, это театр одного актёра. Сколько он задал вопросов за всё интервью? Вопросов 10? За 2 часа? Ну, по факту. Сколько он задал вопросов? Это вообще, ну, что это такое, блядь? В начале интервью сколько там? 30 минут истории? Здрасте, блядь. Зачем мне это вообще? Я могу пойти, блядь, в библиотеку сходить, книжки почитать или, блядь, какой-нибудь исторический канал открыть? Зачем мне слушать про истории на интервью с Путиным? Что, блядь? Зачем мне это вообще? Короче, всё. Я всё сказал. Бред полный и нахер смотрю. Но надо было. Надо было всё-таки. Там столько хая разводили вконтакте, в группах. Так что, блядь, задолбали, думаю. Херню писать. Всё. Кто-то досмотрел, спасибо, что были. Я навряд ли думаю, что кто-то сможет досмотреть всё это время на Ютубе. Очень сильно навряд ли сомневаюсь в этом. Но если такие найдутся, тоже вам спасибо. Всё. Комментарии, лайки, всё пишите, оставляйте. Всё. Надеюсь, меня не посадят. Всем удачи, всем пока.